В этом уроке мы начнем разбирать Галерею Сейчас вы на экранах видите Такой пример Автоматически перелистывается к галереи Но тут просто только Два автомобиля я поместил Для примера Можно неограниченно Имеются две стрелочки То есть помимо автоматической прокрутки Если мы будем кликать То принудительно галерея будет сменяться Здесь я сделал как бы BMW В разных ракурсах Разные модели Соответственно в другом слайде У нас идет Challenger Тоже разные модели Здесь не обязательно делать так Здесь могут быть разные примеры То есть тут один автомобиль Тут другой То есть без разницы Галерея не сложная Все за счет наших библиотек Которые мы будем использовать У нас получаются вот такие потрясающие вещи Практически без всякого кода Итак давайте перейдем в программу Adobe Edge Animate Я создал сцену 960 на 600 Если хотите чтобы сцена растягивалась На весь монитор То можно здесь поставить проценты Потом наша сцена я сделал там розовый Как в примере Давайте добавим сразу скрипт Как я и говорил Можете взять из проекта Две библиотеки Для начала нам нужен общий контейнер Для этого берем ректэнгл И во всю ширину сцены Делаем вот такой вот ректэнгл Потом мы его сделаем прозрачным Здесь нам он будет не нужен Но пока чтобы мы видели границы Оставим такой цвет Следующее Обращаем внимание Чтобы ректэнгл был выделен Идем сюда влево Программу И вставляем класс Центр То есть выравниваем по центру Наш основной ректэнгл Я беру еще один ректэнгл И рисую такого же размера Перетаскиваю его На наш первый ректэнгл Чтобы была вложенность Временно пока изменим цвет Когда все картинки выстроим Потом их сделаем прозрачными И я на фотошопе Размеры картинок подогнал И большие картинки у меня 682 на 600 Выделяем наш нижний ректэнгл И выставляем Вот таким вот образом То есть мои большие картинки 682 на 600 Соответственно вот этот ректэнгл Это будет как бы контейнер Для наших больших изображений И он должен быть такого же размера Я перетягиваю наши картинки В наш проект Сразу обе картинки перетягиваем Во второй ректэнгл Чтобы была вот такая вложенность Как у меня Давайте выровняем наши картиночки Проверим, что они у нас Действительно ровно расположены Пока это оставляем И создаем еще два ректэнгла Также во всю ширину Нашего первого ректэнгла Для наших маленьких миниатюр И вот втыкаем прям Чтобы она у вас прислонялась К картиночке Теперь сужаем ее Нам нужна половина Начертим направляющую У нас она ровно легла Так Также пока временно Изменим цвет Делаем ей дубликат Для нашей второй половины Вытягиваем ее наверх Также сменим цвет Чтобы выровнять края И чтобы, например, лучше просмотреть Можно контр-энтер Посмотреть, что у нас Все выровняно Чтобы не было никаких углов Но перед просмотром Нам нужно вот эти ректэнглы Также поместить в общий контейнер И в браузере смотрим Чтобы нигде у нас края Каждых блоков не уехали На начальном этапе это исправляем Следующее Выделяем наш ректэнгл И вот здесь вот слева Где выпадающий список Визабл Ставим вот этот второй пункт Выбираем Это нужно для того Чтобы наши картинки Плавно переключались Если оставить первое Визабл То здесь будет просто каша Поэтому следующего Тоже включаем Второй пункт И здесь тоже второй Причем у самих картинок Остается визабл У обоих Что касается маленьких Миниатюр Вот этих вот Здесь подойдут изображения Большего размера Вот у меня тут 1600 одна Я их немножко подгоню Убавлю Просто тут такой есть глюк То что Если мы делаем В блоке Например Вот в маленьком Вертикальная прокрутка То он смещается Как бы не ровно Вертикально А он двигается По диагонали И если картинка Будет прям такого же Размера Как наш ректенгл То у нас будут Оставаться здесь Зазоры Поэтому сейчас я покажу Что я придумал В каждом блоке У нас идет По каждой машине То есть в одном Ректенгл идет БМВ и Челленджер И в другом тоже Поэтому Отключаем пока две Берем например Нашу БМВ Вот эту Сразу с зажатым Шифтом Можно вот так За маркер потянуть Чтобы она не была Такой огромной Так у меня Все изображения Залезли в ректенгл Я их пока Выкину на стейдж А вот это БМВ Который сейчас У меня 33 Я переношу В наш ректенгл Чтобы была Опять вложенность И смотрите Что у нас тут получается Нам нельзя Здесь В миниатюрах Уменьшать Как я уже говорил До размеров Ректенгл Поэтому здесь Определяйте Какую вы примерно Хотите Часть машины Чтобы попадала В это окно При условии Чтобы были Вот тут Небольшие зазоры Давайте пока Оставим так Теперь давайте Туда поместим Челленджер БМВ пока Отключим И так же Здесь Ужмем Приблизительно Чтобы у нас Машина Более-менее Вписывалась И при этом Не было зазоров Примерно Оставим так Давайте посмотрим Что у нас В браузере Но для того Чтобы у нас Было хоть какое-то Движение Нам нужно Повесить Небольшой класс Выделяем Выделяем Наш нижний Ректангл Смотрите Чтобы выделился Вот именно Тот большой Где у нас Большие изображения И прямо И прямо Вот на него Идем Вот сюда Класс И вставляем Вот такое Слово Слайдшоу Вот запомните Впишите Такое слово И Энтер Выделяем Наш Верхний Ректангл Куда мы уже Поместили Два изображения И на него Вешаем Такое слово Вертикал Слайдшоу Вот запомните Запишите Вертикал Слайдшоу И Энтер И давайте Посмотрим Что у нас Получается В браузере И смотрите Вот в правую Часть Видите Он немножко В диагонали Уходит Но За счет Того Что изображение У нас По краям Не обрезается Оно чуть Большего размера Поэтому Здесь В принципе Можно оставить Да Главное Чтобы машина Здесь смотрелась Более Менее Интересно И при этом Здесь Не оставался Зазор Это Что касается Вертикального Перемещения Картинок При Горизонтальном Вот у нас Пример Больших картинок Здесь Нет никаких проблем Здесь Можно На фотошопе Подогнать Такого же Размера Как и Ваш Ректангл Вот такие Нюансы Прежде чем Мы заполним Второй Наш Маленький Блок Картинками Давайте Все таки Повесим Переключатели Внизу Такие Стрелочки Это Ничто Иное Как Просто Текст Я беру Текст Рисую Блок И На клавиатуре На английской Раскладке Там где Буква Ю Зажатым Шифтом Ставлю Такую Галочку Вот Она у вас Будет Возможно Другого цвета Здесь Выставляем Цвет Размер Я выбрал Даже Шрифт И Можно Вот здесь Вот Поиграться Найти Ей середину Вот Так Можно Посередине Разместить Где хотите Теперь Зажатым Альтом Я делаю Дубликат Беру Трансформ Поворачиваю Ровненько Выстраиваю Можно Сделать Увеличить Вытянуть Направляющую Чтобы они Ровно Располагались Вот Таким Вот Образом Все Направляющую Можно Брать Обратите Внимание Что Ваш Текст Вот Эти Стрелочки Они Должны Быть В последнем Вот В этом Ректангле Большое Где У нас Большие Изображения То То есть Если Они У вас Создались Где-то В другом Блоке Или На Стейче Перетяните Их Сюда И Они Должны Быть Наверху Если Они Будут Под Картинками Их Просто Не Будет Видно И Чтобы Они Заработали На них Нужно Теперь Повесить Код Выделяем Правую Стрелку Идем Опять В Класс И Вы Должны Прописать Вот Такое Слово Next Слайдшоу С Нижним Подчеркиванием Все Обязательно Делайте Прям Слово Слово Буква Буква Как у Меня А иначе У вас Не будет Работать И Enter Теперь Выделяем Левый Наш Переключатель Также Идем В Класс И Ставим Здесь Prev Нижнее Подчеркивание Слайдшоу И Давайте Ctrl Enter Проверим Как Работают Наши Стрелочки Но Перед Этим Вот Если Я Изображение Которое Скрывал Они Нам Тут Мешают Давайте Их Вытянем Сюда Так И Смотрим Я Нажимаю По Стрелке И У 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 Только Здесь Неправильное Расположение Миниатюр Вот Этих Вот Если Здесь Челленджер У 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 Стрелочки Ставим Чтобы Был При Наведении Пальчик Сворачиваем Пока Нижний Блок Выделяем Наш Вот Этот Ректенгл И У 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 Сворачиваем Выделяем Наш Нижний Блок Также Здесь Прописываем Вертикал Слайдшоу И Давайте Наше Изображение Перемещать Теперь Переместим Их Здесь Так Отключаем Пока Эту И Зажатым Шифтом Я Подгоняю Вот Эту Картиночку Более Менее Выстраиваю Как Мне Нравится Давайте Сразу Посмотрим В Браузере Здесь Опять У нас Не На Месте И Смотрим У Нас Галерея В принципе Уже Прекрасно Работает Зазоров Тут Никаких Нет Здесь Только Нужно Правильное Изображение Подогнать И все Будет Нормально У нас Галерея Автоматически Работает При Нажатии На стрелочку У нас Все Работает Теперь Это Можно Вставить Любой Лендинг На Любой Лендинг Например Adobe Muse Или На Любой Сайт Недрить Теперь Если Отключить Миниатюры Блоки Можно Убрать Чтобы Они Были Прозрачные Да То есть Все Ректанглы Делаем Прозрачные Ну В принципе Это Не Так Важно Потому Что Картинки Закрывают Их Их Не Видно Вот И Будьте Пожалуйста Внимательны Вот Может Быть Такой Момент Посмотрите Если Вы Здесь Выделим Ректангл И У вас По Молчанию Было Визабл То Если Обновлю Во-первых Картинки Видите Как Смещаются Во-первых Они Полного Размера Вот Такая Вот Вещь То Все Именно Вот Эти Ректанглы У Всех Ректанглов Должен Быть Выбран Второй Пункт Надеюсь Урок Был Вам Полезен И Увидимся В Следующем Субтитры